Привет! Вы на канале Монета Мания, канал о том, как можно заработать на монетах. Возможно, у кого-то из ваших бабушек или дедушек в шкафчике или на полочке лежат вот такие 5 рублей. Это отличная монета для инвестирования, так как дополнительно к исторической ценности она еще и золотая. А как вы видите, золото, как защитный инструмент денег, отлично справляется со своей функцией. Конечно, некоторые вкладываются в биткоины и именно эту тему подогревают. Ну, лично мне нравятся золотые монеты. А ваше мнение напишите в комментариях, верите ли вы в биткоин. Как мы видим, данный экземпляр находится в прекрасном коллекционном состоянии. Это видно по рельефу и деталям портрета императора и гербам на орле. Вообще, золото не отличается особой стойкостью к механическим воздействиям. Монеты из обращения теряют резкость, детали мелких рисунков. Эта монета отлично сохранила самые мельчайшие нюансы изображения. Такое встречается не часто. Как, наверное, многие из вас знают, в 20-е годы в СССР массово чеканили золотую царскую монету. Причем старыми, но восстановленными штемпелями для погашения внешних международных долгов перед другими странами. И большая часть золотых пятерок и десяток, продающихся сейчас, это монеты именно советского чекана. Ну, это не так и страшно. Эти монеты нельзя назвать новоделами или рестрайками. Это абсолютно оригинальные пятерки и десятки, изготовленные родным инструментом на монетном дворе. Но вот штемпель именно с этим портретом, обозначенным в каталоге по золотым монетам Сидорова и Савина под номером, который вы видите сейчас на своем экране, не участвовал в поздней советской чеканке. Это позволяет утверждать, что данный экземпляр был изготовлен в том самом 1897 году. Что, согласитесь, сделает эту монету еще более интересной для коллекционера, ну, как с нумизматической, так и с исторической точки зрения. Рассмотрим монету. Начнем с аверса. Кант окружности выполнен в виде зубчатой ленты. Легенда по кругу, с учетом сокращения, читается как «Божья милостью Николай II император-самодержец» Всероссийский. Основное пространство поля монеты занимает профильный портрет самого императора Николая II, обращенный влево. Переходим к реверсу. Аналогичная аверсу зубчатая лента по окружности канта. Центральное пространство занимает главный символ империи двухглавый орел. Держащий в лапах скиптор и державу. Каждая голова орла венчана малой короной, над которыми в обрамлении орденской ленты святого апостола Андрея Первозванного возвышается большая императорская корона. На груди орла расположен щит с московским гербом, на крыльях гербы царства Казанского, Польского, Херсонеса Таврического, Астраханского, Сибирского, Грузинского и Соединенных Княжеств Киевского, Новгородского и Владимирского. В нижней части под орлом надпись 5 рублей 1897 года. Ну и рассмотрим гурт. Гурт монеты украшен вдавленным орнаментом и буквами АГ. Это знак Минсмейстера. Инициалы АГ принадлежат Аполлому Гразгофу, начальнику Санкт-Петербургского монетного двора в период 1883-1899 годов. Подобные монеты можно приобрести на сайте Виолити. Ссылочку на этот сайт я оставлю в описании. Если вам понравился этот ролик, поддержите его обязательно лайком и поделитесь с одним человеком. А я буду снимать для вас подобные интересные ролики о монетах. Ну что ж, всем пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!